Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы поговорим о тональных средствах с ухаживающими компонентами, а точнее о BB и CC кремах. Сегодня я решила протестировать три бестселлера по бюджетной цене и сравнить их между собой. Первый продукт будет от Rimmel, их новый BB крем. Давайте сразу разберемся, BB крем расшифровывается как Beauty Balm. По сути это ухаживающий дневной крем с функцией легкого тонирования кожи. Это самый бюджетный мой образец сегодня. Выбрала я его в оттенке Light Medium. При первом поглаживающем нанесении мы сразу же видим белый оттенок. Это признак SPF. Сейчас на коже тон вроде бы идеально подходит, но это абсолютно обманчиво, потому что как только вы выходите в свет и проходит пару часов, ваше лицо становится оранжевым. Наносим следующим похлопывающим слоем. Как видите, покраснение возле носа магическим образом исчезает. Тон вроде бы кажется ровненьким, но более объемный и яркий прыщик он явно не перекроет. В результате у нас получается сияющая увлажненная кожа. Такое чувство, что у вас от природы идеальное личико, и вы лишь немножечко коснулись его увлажняющим кремом. Но за счет максимально увлажняющей формулы этот продукт абсолютно нестойкий. Он липкий, может смещаться и даже мигрировать. Очень стрёмно, когда в конце рабочего дня ваше лицо расслаивается, то есть ближе к коже у вас возникает какой-то маслянистый жирный слой, и на поверхности где-то остается пигмент. В итоге вы можете просто вот так вот пальцем встереть всю свою основу. Следующий продукт от Bourjois, это уже CC крем, что расшифровывается как Color Correction, то есть коррекция цвета. Здесь тоже есть ухаживающие компоненты, но продукт более стойкий, более насыщенный. В этом креме у нас замешано три пигмента. Абрикосовый, который нейтрализирует синий цвет, а то есть скрывает синячки. Зеленый цвет у нас помогает справиться с покраслениями и прыщиками. И белый цвет у нас маскирует черные точки. В целом концепт очень интересный, увлажняющая формула SPF 15, и выбрала оттенок 32 Light Beige. И это второй оттенок по счету от самого светлого. Я обычно так и подбираю себе основы, и в общем-то всегда они мне подходили, но не на этот раз. Я просто была в шоке. Абсолютно персиковый, абрикосовый цвет. Давайте не будем обращать внимание на слишком темный цвет, а просто заценим его качество. Итак, формула уже более густая и насыщенная. Немножко толще ложится на кожу, даже в один слой. Но при этом перекрывает все неровности кожи, особенно покраснение. А если уже наслоить и второй слой, получается полное покрытие, но с таким более увлажняющим, сияющим финишем. В итоге у нас получается свежая, отдохнувшая, слегка подсвеченная кожа. И здесь очень прям хочется сказать, что он идеальный. Но давайте перейдем к следующему образцу. А следующий у меня будет продукт от Lumine. Их нашумевший и самый продаваемый продукт это CC-крем. Так как компания пережила глобальный ребрендинг, упаковка у него изменилась. Но осталась ли та же формула? Я специально нашла тот же CC-крем, но старого образца, причем того же оттенка. Так как линейка цветов значительно расширилась, оттенки немножко не совпадают. Новый CC-крем немножко светлее и более правильного тона. Текстура и плотность остались неизменными. Ну что, давайте пробовать наносить на кожу. Итак, у нас здесь SPF 20. При нанесении он прям очень себя выдает белесым оттенком, таким даже немножко глиняным. Очень приятно и легко ложится в один слой. Мне кажется, здесь я с цветом уже угадала. Такое чувство, что в нем спорят два продукта. Один мега стойкий и плотный, и второй какой-то легенький такой увлажняющий. И сразу не поймешь, какой он все-таки консистенции. При втором слое это превращается в броню, которая собой закрывает все покраснения, расширенные поры, синяки под глазами, пигментные пятна. В общем, все, что только можно. В отличие от предыдущих, этот CC-крем очень быстро усаживается на кожу. Он как будто в нее проникает и адаптируется. К сожалению, со смены упаковки значительно возросла цена, но я всегда покупаю косметику на скидках. Мне кажется, это более честная за них цена. И обязательно, конечно же, просматривайте сроки годности. В целом, по этим трем продуктам могу сказать одно. Если вам нужен просто легенький увлажняющий крем, который вам нужно носить в универ или в школу, это определенно римель. Если же у вас неоднородный цвет кожи, но вы не хотите перегружать ее, присмотритесь к буржуа, но не прогадайте с цветом, берите самый светлый. Ну и, конечно же, если вы перфекционист, тогда CC-крем от Lumine определенно для вас. На этом все. Надеюсь, это видео было вам интересным или полезным. Напишите мне в комментариях, пробовали ли вы что-то из этих продуктов или, возможно, посоветовали что-нибудь интересненькое, новенькое. Спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!